В тесте Китела дается 187 вопросов, общее время в пути порядка 25 минут. В целом методика изящная и очень хорошо показывает ваши предрасположенности с позиции интересов, склонностей, специфики общения. Ну а остальное я сейчас о Кителе расскажу как раз. Лучше всего Айзенка и Кител, чтобы вы проходили желательно, можно даже в один день, в целом они не особо перегружают. В данном случае Айзенка 57 вопросов, Кител 187. Иногда у Айзенка бывает больше вопросов, до 100, там 101 вопрос будет, там несколько версий есть. Но повторюсь, это важно. Следующий психолог, который занимался по-своему проблемами замера личности, это Реймонд Бернард Кител, 2Т, 2Л. Реймонд Бернард Кител, 2Т, 2Л. Вообще, очень интересный творческий человек, конечно, у него изумительные уши, когда я смотрю на его портрет. Такие очень интересные уши, взять-ка сам по себе очень любопытно. Ну ладно, это я по-своему. Значит, что нам в плане Китела известно? Первое, да, что был Джеймс Маккин Кител, это ученик Вунта. Так вот, не надо путать Джеймса Маккина Китела, который, кстати говоря, занимался проблемой интеллекта. И Реймонда Бернарда Китела, это просто однофамильцы. Итак, Реймонд Бернард Кител родился в 1905 году, умер в 1998 году. То есть, вот, вы знаете, многие психологи зарубежные, они довольно так вот, длительный период времени занимаются и наукой, и довольно много живут. Итак, первое, да. Родился в Великобритании. В 16 лет поступает в Королевский колледж Лондонского университета. Сфера интересов физика и химия. В 1924 году получает первичную степень бакалавра по химии. И в Лондонском университете, и что самое интересное, что-то его постепенно начинает подталкивать к психологии. Он начинает ей заниматься. И по прошествии пяти лет, по прошествии пяти лет, он защищает диссертацию по психологии, становится доктором психологии. В 1929 году становится доктором психологии в Лондонском университете. Но, пока он учится в университете, он работает в качестве ассистента у знаменитого Чарльза Спирмана, который как раз предложил факторный анализ. А в период с 1932 по 1937 год Кетел руководит психиатрической клиникой в городе Лестер. В 1937 году получает степень доктора наук Лондонского университета. После этого взаимодействует с Торнайком, Торндайком, как мы его называем. Для этого он едет в Нью-Йорк, в педагогический колледж Колумбийского университета. Дальше, еще университеты 1941 года преподают в Гарварде, Гарвардский университет. В 1944 году переходят в Иллинойский университет, уже в Штатах, как вы догадываетесь, да, все это происходит. И в Иллинойсе, в университете руководит лабораторией по исследованию личности и анализу группового поведения. Причем в этой должности он свыше 30 лет. В Иллинойсе? В Иллинойсе руководит лабораторией по исследованию личности. Вот его методика 16-ПФ как раз с этим связана. Но об этом сейчас вот я буду рассказывать. Лаборатория по исследованию личности и анализа группового поведения. Честно говоря, это то, что, в принципе, всегда для нас интересно, да, в любом обществе. Специфика личности и анализа группового поведения. В 1973 году он основывает институт, смотрите, как красиво звучит институт, Институт изучения основ морали, Институт изучения основ морали и самореализации. Вы бы хотели в таком институте работать? Да. И самореализация. Основывает институт. По исследованию основ морали и самореализации. Ну и, соответственно, 1977 года просто консультирующий профессор при Гавайском университете. Дальше он уже проживает в Гавайях, там и умирает. Наиболее известные книги Кетелла. Ну, они, в принципе, названия у ученых очень похожи. Книг «Описание измерения личности». Немножко Айзенко напоминает, согласитесь? «Описание измерения личности», «Научный анализ личности», «Личности теории обучения» и так далее. Какие еще интересные исследования Кетелл проводит? Вот это более интересно, чем название книг его на английском языке. Первое. Изучать юмор. До Кетелла юмор уже был изучен и был описан, допустим, Фрейдом. И Фрейд обращал внимание, что человек обычно смеется над тем, что вызывает у него тревогу. Несколько в этом ключе я, допустим, в своей книжке «Поэт на психологии» проводил анализ межнациональных анекдотов, анекдотов по другим национальностям, с целью определения наличия конфликтов между двумя, допустим, группами национальными. И действительно, это отчетливо, заметно, это всегда хорошо видно, потому что люди обычно смеются над тем, что вызывает страх или что непонятно. Допустим, французы смеются над бельгийцами, потому что, судя по всему, их поведение для них непонятно. Отсюда вот этот вот и юмор у них специфический достаточно. Да, бывает. Но у нас такое же было в Советском Союзе смеялись над чукщами. Почему над чукщами? На самом деле, национальность достаточно серьезная, суровая. Это северные самураи. Их так можно назвать. Это очень гордая нация была раньше. Но сложилось так, что у нас в 60-м году случился фильм «Начальник Чукотки», где чукщи были показаны по-другому. И после 60-го года в Советском Союзе пошли анекдоты про чукщу, где они очень причудливо себя ведут. После этого даже упоминание всей национальности у людей вызывало, у советских людей вызывало улыбку. Чукщи значит смешно. А что смешного, когда ты говоришь русский, тоже смешно. А чукщи стали через какое-то время сочинить такие же анекдоты про русских. Где русский сидит на суку, подходит чукщи и говорит, что ты делаешь, зачем ты пилишь, ты же упадешь. Иди отсюда, отпиливает русский сука, падает. То есть тот же самый анекдот с точностью, да наоборот. Посмотрите, юмор, да? Дальше, юмор также связан с определенными слабыми участками в сознании человека, в психике человека. То, что вызывает тревогу и опасения. То есть изучение юмора действительно всегда интересно. Кто над чем смеется. Второе изучение. Это изучение музыкальных предпочтений. Изучение музыкальных предпочтений. Отдельное исследование. Изучение лидерства. Изучение интеллекта. Ну это он с учениками, то, что проводил в исследовании. Изучение креативности, творческости, психопатологии и так далее. Значит, итог. 36 книг написано за всю жизнь. И свыше 400 статей. У Айзенко больше. Сколько книг? 35. Но они не в килограммах измеряются. Здесь главное содержание. Да? Поэтому здесь важно, что тоже достаточно много книг. Вот. И около 400 статей. И самое главное, что, безусловно, Кител для нас важен тем, что он разработал свою теорию личности. Вот давайте к ней сейчас постепенно и будем мы подходить. Итак, теория черт личности Кителла. Реймонд Кителл. Или, как на американский манер, можно его называть Рей Кителл. Кстати, был такой Моуди, американский врач, который работал с людьми. Ну, он был реаниматологом первоначально, и, соответственно, он общался с людьми, которые вернулись из клинической смерти. Как бы, да? Вот общался с ними, потом классифицировал Моуди, Реймонд Моуди. И написал две книжки потом «Жизнь после жизни» и «Жизнь после смерти». Они в 70-е годы стали бестселлерами. У нас они появились в 80-е годы, тоже распространялись. Потом появились некоторые подделки под эти книги. И важно немножко другое, то, что Реймонд Моуди, также иногда вы видите Реймонд, иногда Рей. Ну, а в русской, как бы, да, транскрипции, где мы это имя с вами совещаем? Паулса, помните, пускай не совсем русский, да, это латыш, но все равно Раймонд мы называем. Да, поэтому это имя для нас тоже знакомо. То есть Реймонд Кителл. Итак, Кителл предложил так называемое диспозиционное направление изучения личности. Что же такое диспозиционное направление? Здесь два базовых положения. Первое положение. Люди обладают широким набором предрасположенности реагировать в разных ситуациях. Широкий набор предрасположенности реагировать в разных ситуациях. Ну, какие обычно реакции бывают? Давайте я переведу. Люди демонстрируют постоянство в поступках, в эмоциях, в мыслях, независимо от течения времени. То есть люди постоянны в эмоциях, в поступках, в мыслях, независимо от течения времени. Или независимо от жизненного опыта. Допустим, если мы знаем, что человек, допустим, холерического склада, если по предыдущей, да, вот по лазинку, да, человек холерического склада, он все равно, независимо от того, проходит время или нет, все-таки элементы холерического темперамента будет сохранять. Да, он может немножко обучить себя, наверное, да, не взрываться, не реагировать как-то острое. Но все равно какой-то элемент этого будет. Допустим, холерик смысл анекдота, рассказанного ему, если он есть, как бы понимает быстро. И самое страшное для холерика, когда флегматик холерику просит объяснить смысл анекдот. Вы на меня такими глазами смотрите. Да, такое бывает. Просто до флегматика анекдот доходит не сразу. И там нужно объяснить, и иногда бывает даже немножко посетовать, куда катится мир, что было дальше в этой истории, как бы, как они себя дальше повели, зачем они так поступили и так далее. То есть это вот бывает много нюансов. Для холерика это вообще кошмар. Потому что сразу схватить, как бы, суть, это же смешно, это уже понятно, да, вот они вот тут. Ну, извините, бывает разное. То есть вот жизненный опыт не влияет на определенное поведение. Мало того, суть личности, вот согласно этому положению, это склонности, которые люди, собственно говоря, через всю жизнь проносят. Суть личности – это склонности, которые люди через всю жизнь проносят. Ну, вот одни люди любят классифицировать и собирать, да, другие люди любят что-то украшать, третьи люди любят взаимодействовать с другими людьми. Сталкивались с подобными ситуациями, я думаю, да? Четвертые люди любят ковыряться в чем-то, что-то чинить, что-то разбирать. Допустим, ну, может стать потолгоанатомом, может стать автомехаником. Я не знаю, куда он пойдет. Там разные сферы применения есть. Но важно то, что это вот те самые склонности, которые, в принципе, могут проявляться с детства. Ну, только в детстве там, допустим, он не потолгоанатом, хотя на самом деле можно тоже. А почему нет? Это много разных замечательных насекомых есть, которым можно лапки отрывать, смотреть, что дальше происходит. Есть разные лягушки и прочие чудесные существа, да, с которыми дети, сами того не понимая, что они делают, могут проводить разные эксперименты. А дальше человек вырастает, становится врачом, допустим, да, как вариант, начинает помогать. А как он помогает? Он обучается на чем, на ком, как это идет, все понятно и очевидно. Второе положение. Нет людей, похожих друг на друга. То есть все люди отличаются друг от друга. Двух одинаковых нет. Это очень часто журналисты спрашивают. Есть ли вот абсолютно похожие друг на друга люди, внешние и внутренние. Говорю, внутренние, да, честно говоря, мужчина и женщина, внутренние отличаются. Мужчина и мужчина похожи, как женщина и женщина похожи. Внутренние похожи, но там есть некоторые нюансы дополнительные, безусловно, да, индивидуальные, но похожи. А вот психологически двух одинаковых людей мы не встретим. Ну, никак не встретим. Природа не терпит повторений. Вот поэтому Кител все-таки тут задался вопросом, что же различает этих людей друг от друга? Каким образом мы можем это сделать? И вот смотрите, что он стал для этого использовать. Первое. Базовое измерение личности можно получить, когда мы измеряем разные черты у большого количества людей. Базовое измерение личности можно получить, когда мы измеряем разные черты у большого количества людей. Ну вот это то же самое, как рыбак бросает невод в море и смотрит, кого больше всего попадается. Когда мы измеряем разные черты у большого количества людей. То есть рыбак, который бросает невод в море, ему попадаются разные морские креатуры, творения, твари, существа. Не обязательно только рыбы будут попадаться. И в то же время он может их несколько классифицировать и понять, кто же, собственно, в этом море ловится. Может, там попадется водолаз какой-нибудь, да, там тоже. Ну, в общем, черт не шутит. Сапоги. Сапоги, то есть, ну, в море все, что будет, может плавать. Да, и, соответственно, здесь мы можем набрать большое количество. Но по этому количеству, что чаще всего встречается, мы можем найти некоторые уже классификации. То есть, они сразу всех, кого попало, поймали, а вот кого-то и вылечим. Как бы, да, вы знаете, в игре «Мафия» есть такая роль, реаниматор, который вот иногда просыпается и кого попало лечит. Потом засыпает и снова, как бы, да, то есть это вот кого попало вылечить, допустим. Вот в данном случае немножко другое. Второе. Черты личности – это относительно постоянная тенденция реагировать определенным образом в разных ситуациях в разное время. Черта личности – это относительно постоянная тенденция реагировать определенным образом в разных ситуациях в разное время. Тенденция относительно постоянная. Относительно постоянная тенденция реагировать определенным образом в разных ситуациях и в разное время. Допустим, авторитарность может проявляться в поведении человека в магазине, в очереди? Не может. То есть он не может поставить на место продавца, не может дать ему задание, чтобы продавец нормально себя вел, чтобы продавец показал то, что он хочет купить, чтобы продавец не говорил лишних слов никаких, не может никогда. Авторитарность не будет проявляться в магазине. Может. Конечно будет. Авторитарность может проявляться при общении с инспектором ГИБДД? Почему? Может. Может, да. Неважно с каким результатом, но может. Авторитарность может проявляться, допустим, при общении с ребенком. Да элементарно. Она везде будет проявляться. То есть в разных ситуациях она будет относительно постоянной. Или, допустим, смотрите, мнительность и неуверенность в себе. Если человек в чем-то мнительный, неуверен в себе, скорее всего, он и в разных других ситуациях тоже будет немножко неуверен в себе. Потому что здесь относительно постоянная тенденция. Наконец, Кител взял следующий конструкт. Во-первых, что он сделал? Он постарался найти определение личности, которое в английских энциклопедиях присутствовало. Всего, да, он выписал все определения личности, которые присутствуют. Все, что было. Что такое личность. Определений было слишком много. И для этого он провел факторный анализ. Факторный анализ выделил 16 факторов. То есть 16 некоторых блоков определения личности. Вот на этом он построил свой конструкт. Его методика стала называться 16PF. Где P – это профессионал, личность, а F – это факторы. То есть 16 личностных факторов. Методика 16 личностных факторов. Кстати, тоже вопрос. Если он нашел 16 факторов в английской психологической литературе, сколько их в русской психологической литературе? Совершенно верно. Они совершенно по-другому могут выглядеть. Потому что наше определение личности, как личина, личность, личное, может немножко не совпадать с персонал английской версией. Ну ладно. Значит, черты личности по Кителлу делятся на первичные и вторичные. Итак, первичные черты личности. Ну что такое первичные факторы? Это те, которые определяют структуру личности. Первичные факторы – те, которые определяют структуру личности. У каждого из присутствующих здесь, ну у меня в том числе, как бы, да, первичные черты определенно наличествуют. Какие они наличествуют? А – это конституциональные, то есть это габитус, телосложение. Скажу вам по большому секрету, никому так не говорить. Вообще габитус имеет генетическую обусловленность, то есть это то, что передается от родителей. Ну, как русские говорят, от осины не родятся апельсины. Да, тут тоже все понятно. Или, перефразируя русскую поговорку, яблони от яблока недалеко падают. А можно сказать и наоборот, яблони от яблони недалеко падают. То есть, в принципе, подобное порождает подобное. Или, как говорили герменефты, то, что внизу подобно тому, что наверху, а то, что наверху подобно тому, что внизу. Гермес Тресмегис, «Зеленая книга». Ну, ладно, не будем уходить в такую даль, значит, идем дальше. Андрей что-то завис. Так, ну, ладно. Значит, А, конституциональный, и Б, это характерологический характер. То есть, это то, что развивается под влиянием опыта и обучения. Конституция – то, что вам дано от природы, а характер – это то, что под влиянием опыта и обучения. Вот это первичные черты личности. Вторичные черты личности по Кеттеллу, они поверхностны. У них нет единой основы. Нет постоянства. Поэтому с ними сложнее. Мы не можем объяснить поведение человека с позиции вторичных черт личности. То есть, у кого-то они могут проявляться ситуативно, у кого-то могут не проявляться. Какие черты Кеттелл выделяет? Это динамические черты. Первое – динамические черты. Это с модальной точки зрения Кеттелл различает следующие черты. Динамические черты. Это то, что приводит к действию в определенном направлении. Вспоминайте Обломова. Обломов. Какие динамические черты? Герой книги Гончарова. Он лежит себе, лежит и рассуждает. Ему хорошо и прекрасно. Возьмем Шольца оттуда же, да? А у Шольца динамические черты какие? Он просто немец. Он активный, у деятельности. А кто такой Обломов? Русский дворянин, который живет на диване. Вот она вся разница. Помните, как Шольц пытался его личную жизнь несколько изменить и прочее? Но Обломову невозможно изменить личную жизнь. Она потом поменялась, но как-то так вот велотекуще и спокойно. Вот динамическая черта. То есть, действия в определенном направлении. Вспоминаем латинскую поговорку «торопись медленно». Да? Это тоже сюда динамическая черта. Кто-то торопится быстро и жить торопится и действует и спешит. А кто-то торопится медленно, торопись медленно. И действительно, русский, смотрите, медленно запрягает, но быстро едет. Мы, американцы этого не понимали. Они спрашивали, почему? Вот, она объясняется просто. У нас очень длинная зима и очень короткое лето. У нас вообще есть один месяц, он называется мерзень. Мерзень сменяется летним месяцем, который превращается в мерзень. И летом был мерзень. То есть, у нас мерзень становится больше, а между мерзеньем где-то еще второй месяц. Ну, да, где-то что-то. Скоро будет сплошная осень и весна просто. Ну, да. Или смотрите, мерзень, колотун и так далее. Да, мы можем тут еще несколько вариантов месяцев уже… Значит, вторая черта – это способности. Способности – это то, что, в принципе, предопределяет эффективность в достижении цели. Здесь все понятно. То, что предопределяет эффективность в достижении цели. Если способность, допустим, музыкальная способность есть, человек легко сможет повторить мелодию, которую ему предлагают повторить. Да, правильно? Если голос есть, он сможет что-то напеть или проговорить, сможет интонацию какую-то использовать. Если есть математические способности, он будет гораздо быстрее решать какие-то архитические задачи, потому что он будет понимать, что ему предлагают решить. Или если мы возьмем, допустим, классического правополушарника, который цифры видит по-своему и может проводить в голове ротацию этих цифр. 5,2, 9,6, они же в принципе похожи, это же одна и та же цифра, которая просто в голове меняет другие способности. Эти способности важны где? Там, где есть топография, но там, где есть точность, они будут довольно нежелательны. Представьте, бухгалтер правополушарник, что он там в своей голове насчитает? Это вообще жестокая вещь, это на уровне садомаза для тех, кто вместе с ним работает. Следующие, темпераментные черты, это то, что, третье, то есть динамические, вторые черты способности, и третья черта, темпераментные черты. Это то, что связано с внутренними мотивами личностных реакций. Внутренние мотивы личностных реакций. Итак, о динамическим чертам Кетелл уделяет гораздо больше внимания. Помните, то, что приводит к действиям в определенном направлении. То, что я про Обломову говорил и Штальц. Вот, запишите. Кетелл выделяет три группы динамических черт. Три группы динамических черт. Первая группа называется простым русским словом Эрг. Эрг. Э оборотная. Эр. Роберт и Г. Григорий. Какая-то процедура названия. Эрг, да. Эрг. Эрг это конституциональная, динамическая, исходная черта. Ну, в общем, проще запишите. Эрг это инстинкт. Эрг, инстинкт или врожденная склонность. Всего Кетелл выделяет 10 эргов. У каждого из нас они присутствуют. У меня преподавателя по математике звали Эрга Пагратович. Ну, вы знаете, это поласковее, чем Насрат Адрисович, но все равно тоже. Значит, идем дальше. Ну, Николай Игоревич в переводе приближен. Ну, значит, смотрите, есть 10 эргов, они у каждого присутствуют, но у кого-то они более сильно выражены, у кого-то менее сильно. Значит, что это за эрги? Голод, стадность, секс, родительская защита, любопытство. Бегство, ну, бегство в контексте страха, то есть бежать от того, что вызывает страх. Так, дрочливость, приобретательство, сейчас у нас отдельный термин появился, шоппинг, через ше, шоппинг. Вот это как раз сюда, приобретательство, самоутверждение, и последнее, это нарциссическая сексуальность. Сейчас у нас тоже есть отдельный термин, это метросексуал, то есть очень сексуальный человек в метро. Сексуальность, да. Ну, действительно, метросексуал всегда вписывается. То есть вот человек, который излишне озабочен своим внешним видом. Для мужчины вообще это особо не должно быть, у него другие задачи природные. Совсем согласна, кроме дрочливости. Мне кажется, вы сказали, что это есть у всех. То есть вы готовы подраться за то, что у вас дрочливости нет? Понятно. Ну что же, это бывает. У меня она есть, я готова подраться. Ну, просто по поведению это видно, да, сразу? Конечно, у вас этого нет. Значит, вторая группа запишите, вторая группа. Называется чувство. Чувство – это та черта, она динамическая, которая формируется под воздействием внешней среды. Но чувство – это неврожденное, чувство приобретенное. Если человек обучается чувствовать, да, какие-то эмоции, какие-то переживания, он обучается, а некоторые не обучаются. Допустим, те, кто не обучаются, у них это депривировано чувство, не развитое. А у кого-то развитое, да, ну, по депривации мы знаем. Да, депривация – это у людей, у которых есть некоторые особенности. Допустим, у них, ну, они, допустим, слабослышащие, как вариант, да, там депривировано. Допустим, они воспитываются в детских домах, где не слишком много внимания возможно уделить каждому ребенку. Тогда депривируются некоторые чувства. Ну, здесь Кител вот о чем говорит. Чувство имеет тенденцию к организации вокруг значительных объектов культуры. Я сейчас объясню. Чувство имеет тенденцию к организации вокруг значительных объектов культуры. Ну, давайте вам пример приведу, вам сразу все понятно будет. Фитнес-центр, видели когда-нибудь? Вокруг значительных объектов культуры. Запишите, фитнес-центр, а вокруг него большое количество качков скопилось. Вот они сорганизовались вокруг и чувствуют, такие чувства испытывают по отношению к фитнес-центру. Ну просто невыносимые. Ну то есть очень хотят идти туда и срочно быть красивыми. Значит, какие сюда относятся на самом деле объекты? Это то, что связано с карьерой. Что же это за чувства, связанные с карьерой? Как вы думаете? С карьерой? Да. Ну это как работает? Получить образование для того, чтобы дальше быть успешным где-то, да? Логично. Спорт. Чувства, связанные со спортом. Совершенство тела или совершенство, второе гораздо предпочтительнее, чем первое. Совершенство в достижении поставленной цели. Но без второго невозможно первое, и без первого невозможно второе. Когда возможно, получается инвалид. Человек ставит для себя цель и достигает этого без совершенства тела. Если человек действительно, как бы, да, имеет какие-то физические недостатки, он преодолевает себя тем самым и достигает цели, это здорово. Но если мы берем здорового человека, который ставит для себя цель, но не хочет совершенствовать свое тело, а цели достигает, в ряде случаев получается инвалид в дальнейшем. Допустим, спортсмен, если мы возьмем, да, вот, профессиональных спортсменов, сколько у них разных железяк в теле установлено. Вы догадываетесь, что, честно говоря, это называется инвалидность уже. Но человек преодолевает себя ради достижения цели. Тогда возникает вопрос, а цель оправдывает средство или нет? Ну, это вопрос уже чуть-чуть другой. Следующая, религия. Чувства, связанные с религией, какие? Вера, смысл жизни, да, вот. Покорность вторичная. Здесь вот опять понимание, да, своего места в этой вселенной, свое взаимоотношение с божеством. Дальше, чувства, связанные с родителями. А вот тут уже интересно, смотрите, какие чувства интересные. Во-первых, чувства, связанные с родителями. С одной стороны, мы подчиняемся родителям и воспринимаем их внимание к нам, как к нечто само собой разумеющееся. Но в жизни устроено все так, что в дальнейшем мы подобные чувства проявляем уже не к своим родителям, а к своим детям. К родителям тоже проявляем. Но в первую очередь к своим детям, потому что это тоже оказывается значимым. И это идет из поколения в поколение таким образом. Следующее чувство. Это чувства, связанные с любимым человеком. Чувства, связанные с любимым человеком. Следующее. Чувства, связанные с собственным я. Ой-яй-яюшки, ой-яй-яй. Да, чувства, связанные с собственным я. Селфи когда-нибудь видели? Вот, пожалуйста, да. А у меня некоторые студентки были такие, которые сидят на лекции и себя фотографируют. И так, и так. То есть вот она на лекции сидит и такая вся вот... Да, сидит на лекции. То есть она уже себя осознала в точке пространства и времени. Это лекция. И вот она тут сидит. То есть это кто тут сидит? О, говорит, это я тут сижу. О, молодец какая. Сразу все понятно. То есть в данном случае вот именно то, что связано с чувствами, более стабильно с точки зрения изучения. Запишите. То есть подобные чувства нам удобнее изучать. Вот эрго изучать несколько менее просто оказывается. И, наконец, последнее динамическое. Это атитюд. Атитюд. Это видимое внешнее выражение внутренней динамической структуры. Внешнее выражение внутренней динамической структуры. Внутренней динамической структуры. То есть, это интерес, который проявляется в отношении какого-то объекта. Ну, отлично. Вот сегодня немножко мы говорили о нервопатологе. Нервопатолог с интересом смотрит на странные реакции пациента. В глазах у него интерес и удивление. Он начинает задавать дополнительные вопросы. Да, пожалуйста, один вариант. Забавно немножко со стороны смотрится. Но с другой стороны, какой еще интерес может быть? Связанная с атитюдом. Следователь, который, ну, или просто, допустим, полицейский, который идет по улице и видит, как-то странно ведет себя какой-то человек, который идет впереди него. Оглядывается, начинает как странно вести. Включился атитюд. Включился интерес. Какой еще интерес бывает? Вот на социальной психологии приводил пример. 60-й год. Турки что-то там у себя в столице кричат. Политика какая-то. Тогда появляются две британки в мини-юбках. А вообще-то Турция это мусульманская страна. И на тот момент не настолько она была европейской. И некоторые мужички подумали, что политика-то здорово, пошли за британкой. Атитюд проявился. Все логично. Вот это и есть атитюд. То есть, смотрите, это интерес определенной интенсивности, проявляющийся в действии по отношению к определенному объекту. Атитюд связан, как бы, да, на нескольких уровнях в поведении человека. А разные уровни динамических черт китал представил в виде динамической решетки. То есть, такая структура, в которой на одном, в первой части отображаются эрги, то есть биологические импульсы. Динамическая решетка. Динамическая решетка, в которой в первой части отображаются эрги, это биологические импульсы. В середине чувства, которые обычно связаны с несколькими эргами, обратите внимание, да, чувства зависят от эргов. Допустим, дрочливость также связана с чувствами с определенными. Да, тоже это может быть. Дальше, в третьей части дается структура атитюдов, которые соответствуют линиям определенных действий, которые относятся к обозначенным объектам. А теперь, ну, это как бы выстраивается в методике китела, которую вы потом обязательно пройдете, мы ее обсудим, как бы, да, 16 пиев. Теперь еще, чувствуя, чувствуя, китела отводит особое место в своем конструкте. Для него чувство я является базовым в активности и развитии личности человека. И оказывает влияние на, в принципе, удовлетворенность чувств и эргов. Поэтому чувство я – это ведущее, главенствующее чувство. Всех чувств и эргов. Но, помимо, как бы, да, этих элементов, на формирование личности оказывает, по кителу, большое влияние социальные институты. Большие социальные институты, к которым относятся профессия, школа, сверстники. Причем сверстники, обратите внимание, не только школьные, да? Может быть, вы тоже в курсе, что у вас есть сверстники. Так вы их по-другому называете. Сверстники, религия, политическая партия, нация. Ну и, соответственно, когда мы говорим о том, что может влиять на специфику поведения личности в социуме, Кител выделяет несколько таких вот способов влияния. Первый способ, ну, по логике очевиден, но… Влияет на личность? Да, на личность. Какие социально-культурные детерминанты поведения влияют на личность? Первое – это умышленное намерение создать определенный тип личности. Умышленное намерение создать определенный тип личности. Используется всегда. Да, вспоминайте Советский Союз 20-30-х годов. Какой тип личности был сформирован? Теп личности советского человека, который строит светлое будущее, да? Берем нынешние всевозможные цветные революции и прочее. Какой тип личности формируется там, где эти революции происходят? Те, которые против чего-то и за что-то выступают. Да, вот тоже типичные тип личности определенные формируются. Мы говорим, что в целом, если у человека формируются тип личности, согласно которым мне все должны, то есть только берущие тип личности, это говорит о том, что формируется иждивенец и паразит. И такой тип личности тоже был сформирован и очень неплохо, в ряде случаев, в 90-е годы на постсоветском пространстве. Иногда он и сейчас сформируется отчетливо, когда люди недовольны, ничего делать не хотят, но им все должны. Тоже вариант сюда абсолютно вписывается. То есть определенный тип личности. Такими типами удобнее управлять до определенной степени, хотя, естественно, они специфичны. И смотрите, если мы хотим создать, допустим, новое поколение продуктивное, значит нужно его формировать тоже как определенный тип личности. Здесь все понятно. Второе. Это ситуативные или экологические факторы, которые могут приводить к некоторым эффектам, которые в обществе вообще-то не предусмотрены были. Ну, ситуационные и экологические факторы. В 1987 год Армения Спитак, город Спитак, который там за три минуты был полностью разрушен, да, ввиду землетрясения. Советское общество впервые столкнулось с тем, что люди потеряли все, что у них было. Потеряли жилье, потеряли родных, потеряли имущество. Ситуативные или экологические факторы. Получается, вроде бы природный фактор, который первоначально обществом не был запланирован. Он во многом изменил поведение людей. Второй вариант. 86-й год, чуть раньше, да, Чернобыль. Еще один момент, который довольно серьезно изменил поведение людей. Но я вспоминаю поведение мое в 90-м году. Я работаю на заводе. Работаю на заводе, нам дают гуманитарную помощь. А вы на заводе? Я на заводе работал. Гуманитарную помощь. Ну, разную всякую вкусную еду, консервы и прочее. Противно безумно вспоминать. Среди прочего, турецкий чай. Турецкий чай тогда был очень, как бы, разрекламирован. Первая реклама такая советская была. Турецкий чай. Чай готов? Нет. Его еще надо там вскипятить. Чай готов? Нет, он еще должен немножко остыть. Настоящий, душистый турецкий чай. Где он сейчас, черт его знает. Но не столь важно. Важно другое. Я, как человек неленивый, на заводе беру дозиметр и замеряю чай. А он фонит. И вот мышление советского человека. В 86-м году была радиация, как бы, да, Чернобыль, 90-й год. Что мы делаем? Правильно. Мы этот чай домой не несем, мы его пьем на заводе. А дома мы пьем индийский чай. Понимаете, в чем ловика была? То есть, в принципе, еще в мышлении это сформировано не было. Причем люди разных возрастов поступали именно так. То есть, ты резкий чай домой несешь, потому что радиация. А то, что ты в себе несешь радиацию, об этом речь не шла. Но в то же время меняются отношения, ситуативные или экологические факторы. ВИЧ, распространение ВИЧ может менять, оказывать влияние на поведение людей? Может. То есть, здесь много факторов, которые первоначально обществом не были задуманы, не были предусмотрены. Третье. Индивид сам может определить для себя необходимость своего изменения личности в зависимости от каких-то внешних мотивов. То есть, он сам хочет получить какое-то образование, стать кем-то, получить какие-то знания. Он сам, не общество от него требует, он сам этого хочет. Бывает такое? Да вполне. Скажите, пожалуйста, вы все хотите быть ландшафтными дизайнерами? Нет. Ну и слава богу. Сам может изменить... Сам может определить для себя необходимость дальнейшего изменения. То есть, научиться чему-то. Ввиду того, что появился какой-то важный мотив. Поэтому, вот смотрите, китал с одной стороны определяет личность человека, козровой стороны говорит, что общество-то вообще-то само тоже может и прямо, и косвенно направлять или менять поведение человека. Теперь давайте рассмотрим, что же китал предлагает для изучения личности. Три метода изучения личности предложил. Это первоначально бивариативный метод. Бивариативный метод. То есть, два варианта решения проблемы. Бивариативный, то есть, два варианта решения проблемы. Но, вот смотрите, допустим, такое решение проблемы. Покорность или жестокость? Два варианта. Это объясняет поведение личности? Личность либо покорная, либо жестокая. Мне кажется, здесь чего-то не хватает. Ну что, все люди либо покорные, либо жестокие? Нет. Значит, бивариативный не всегда подходит. Он тоже считает, что немножко не объясняет многого в личности. Второе, мультивариативный метод подходит. Да, подходит, потому что разные вариации могут быть. И в поведении человека действительно есть разные возможности совершения определенных поступков. Очень многое зависит от многих факторов. И вот я всегда привожу пример. Что сподвигает человека, ну, разумеется, глупость, но что сподвигает человека засунуть лампочку в рот и ходить с ней? Любопытство. Ну, любопытство, он просто хочет проверить себя. То есть, это же элементарно. Он не понимает, что, собственно говоря, челюсть-то смыкается, а потом вот не получится. Он просто не знает, где эти точки находятся для того, чтобы челюсти разомкнуть. Вот и ходит с замечательным лицом удивленным. Круглые глаза и лампочка во рту. Потому что все дураки, а он умный. Здесь может быть, допустим, бивариативный метод исследования личности. Дурак или не очень. Или мультивариативный. Что его сподвигло к этому? Наспорт. Решил проверить себя, как бы, да? Решил проверить свою челюсть. Или может ли он проглотить лампочку? Ну, не дай бог, конечно. Разные варианты есть. Или, допустим, засунуть голову в чугунную ограду и ждать МЧС в странной позе. Вот что сподвигает людей на подобные поступки. Можно сказать, правда, дурь или не дурь. Но все-таки тоже многого не знаем. Мультивариативный метод был бы более приемлем. И третий вариант – клинический метод, разумеется. Если мы говорим о клинике, есть клинические модели. И есть, соответственно, то, что мы называем нормой. Пожарный эксперимент. Вот, это, наверное, ко второму. Мультивариативный, потому что он решает себя проверить. Может он это сделать или нет. Другие не могут, а я смогу. Не понятно. Почему я лампочку могу засунуть, а вытащить, но... Так, вот давайте это из головы уберем. Я пока вы посередине, я еще готова идти. Непонятно, почему там это. Мы тогда не видим. Челюсть не смыкается. А с чего она смыкается? Я же не держу, открылась. Вот здесь. Слушайте, у нас этот ряд уже готов к эксперименту. А я думаю, при первом не носили, я не готова. Я еще обниму. Ладно. Значит, четыре методики Кителл предложил, экспериментальные, при помощи которых можно изучить личность. Первый – это ПИ-метод. Так, было бы у нас три метода. Три метода первоначально были. Он предлагает четыре методики, четыре методики изучения личности. Первый – ПИ-метод, так называемый. Что здесь нужно делать? Мы сравниваем количество баллов, которые человек получает в серии измерений, в разных ситуациях, сравниваем количество баллов, которые в разных измерениях человек получает в разных ситуациях на протяжении некоторого времени. Допустим, на протяжении нескольких дней мы проводим тестирование одного испытуемого. И потом сравниваем баллы. Допустим, сегодня на этот тест прошел такое количество баллов, завтра такое количество баллов, тот же самый тест, допустим. И смотрим, что меняется. ПИ-метод. Второй – КЮ-метод. То есть здесь по результатам большого количества измерений сравнивают двух людей между собой. Если ПИ-персонал, в данном случае мы одного человека, одну личность сравниваем за разные промежутки времени, то в КЮ-методе мы сравниваем двух разных людей по тем результатам, которые они получают. Тоже несколько раз? Или именно только у этих двоих и между ними? Мы двоих сравниваем по разным замерам. И смотрим, чем они друг от друга отличаются. Т.е. что такое методом? Сравниваем двух разных людей. По результату большого количества замеров. То есть даем разные методики двум испытуемым и сравниваем их результаты друг с другом. Чем они друг от друга отличаются. Третий метод – это R, метод R, латинская, я перевернутая, русская, при котором большое количество людей сравнивают по сумме баллов, которые они набирают при большом количестве измерений. Т.е. здесь мы берем, допустим, 50 испытуемых, проводим те же самые замеры и смотрим, как они друг от друга отличаются. Т.е. понятно, да, в первом варианте P метод одного человека, в Q методе – двух, в R методе, соответственно, N-ное количество. Пусть будет 50, там, да, ну, 80, сколько угодно. Т.е. больше двух получается? Т.е. больше. Т.е. большое количество людей, естественно, больше двух. И, наконец, последний, четвертый метод – дифференциальный R метод. Дифференциальный R метод. Т.е. четвертый. Четвертый, да. Здесь измерения, да, определенный тест повторяют в разных ситуациях, в разных ситуациях, а потом сравнивают различия между ними. Сравнивают различия между ними. Что еще предложил Киттел? Это методику многофакторного анализа абстрактных отклонений от нормы, МАВА, так называемая, многофакторный анализ абстрактных отклонений от нормы. Зачем он это делал? Для того, чтобы изучить роль наследственности и факторов окружающей среды на структуру личности, как наследственность и окружающая среда влияют на личность. Методика МАВА. Многофакторный анализ абстрактных отклонений от нормы. В 60-е годы. Многофакторный анализ отклонений от нормы. Да. Абстрактных отклонений от нормы. Ну и последнее по Киттелу. Способности, которые он тоже изучает, имеют следующую иерархию. То есть такая организация. В основании пирамиды, то есть третий, самый нижний слой пирамиды, нижняя ступень, это специфические способности. Ну, допустим, музыкальный слух, чувство ритма, реакция. Есть? Понятно, да, что это такое? Второй кубик, середина пирамиды. Это более узкие способности. Более узкие способности. Что это такое? Ну, допустим, водитель, да, водит машину. Но в ряде случаев, когда человек водит машину, у него формируются следующие особенности. Он по звуку, на слух, а иногда по вибрации определяет, что с машиной происходит. Когда, какой скорость включать, допустим, да, как вариант. Или, допустим, он перестраивается с полосы на полосу за несколько минут до того, как проедет мимо аварии на этой полосе. То есть, начинает что-то предчувствовать и проезжать. Сюда же относится, допустим, да. Преподаватель, который как только видит студента, сразу знает, что студент не знает. То есть, это чисто профессионально. Кстати, инспектор ГАИ тоже знает, кого останавливать. Да, они вытраны. Потому что это уже более узкие способности, которые в каждой профессии вырабатываются. В каждой профессии. Если человек длительное время в профессии находится. И, наконец, самая верхушка пирамиды – это G-способности, общие способности. То есть, те, которые, в принципе, свойственны большинству людей. Вот то, что касается способностей. И последнее. По Кителу существует 20 видов первичных способностей и 6 видов вторичных. 20 видов первичных способностей и 6 видов вторичных. И еще Кител вводит такую интересную классификацию – жидкие способности и кристаллические. Жидкие способности – это способность индивида решать новые проблемы. Жидкие способности. Да, жидкие способности – это возможность индивиду решать новые проблемы. А кристаллические способности – это те навыки, те знания, которые человек вырабатывает в процессе обучения. Он просто знает, как правильно поступать. Он кристаллизует свой опыт. А кристаллические способности – это то, чему он обучается решать какие-то задачи, вопросы. Ну вот смотри, допустим, юрист в университете учится, да, чему? Да, обучается определенным знаниям, определенных знакомых, форм, правил, да, есть. Это кристаллические способности. Теперь представьте, юрист, который решает новые проблемы при использовании той базы знаний, которую он имеет. Кто-то сможет, кто-то нет, но скорее всего это будет либо адвокат, либо судья, да, как вариант. То есть здесь будут жидкие способности, новые какие-то проблемы, которые он будет решать на основе того базиса, который имеется. А кто-то не может решать новые проблемы, ему требуется помощник, советник и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот такая вот структура, да. Немножко сложновато кажется первоначально, но на самом деле здесь очень важно то, что личность имеет несколько, как бы, да, уровней, по которым мы ее должны определять. Вот эти эрго, чувства и так далее, как бы, да, смотрим на них и понимаем, что социум также влияет на индивида несколько специфично. Вот. Ну и, соответственно, методику 16ПФ проходите, и на следующей встрече мы с вами как раз об этом еще поговорим более подробно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.